Всем привет! С вами новостная вырезка. Музыкальное шоу «Голос уже не дети», а создателей почти одноименного проекта в буквальном смысле разрывает российский интернет. На момент выхода этого видео уже успел выйти первый выпуск, поэтому мы попробуем скомпоновать весь материал, который имеется, на данную секунду. Первый канал решил собрать бывших участников шоу «Голос дети» и дать им второй шанс. Теперь нас ждут увлекательные месяцы с прослушиванием героев в новом проекте. Наставниками нового сезона стали Егор Крид, Дима Билан, Пелагея и Полина Гагарина. Сиан не должны в течение нескольких недель отобрать в своей команде 8 счастливчиков, которые затем пройдут два полуфинала и сразятся за звание лучшего в финале. Большинство участников зрителям уже знакомо. Например, первые в новом сезоне показали Алису Кожикину. Она стала победительницей дебютного сезона шоу «Голос дети». Сейчас девушке уже 20 лет, у нее за плечами сольные концерты и два альбома. Удивительно, но выйдя на сцену, Алиса сильно разволновалась и чуть было не пролетела мимо места в команде. Но на самой последней секунде к ней повернулся Дима Билан. В какой-то момент показалось, что в этом сезоне будут брать всех. Ведь участники, как на подбор, все демонстрировали отменное мастерство. А наставники нажимали на кнопки только так. Но, похоже, не все так просто. Все-таки отбор ведется строгий. Поэтому не прошли этап Геннадий Перевердиев, Таисия Подгорная и другие. На одну из участниц Егор Хридт даже сорвался. Дело в том, что он сразу узнал свою бывшую певицу Алису Трифонову. Девушка уже приходила в восьмом сезоне и дошла до финала. В этот раз она взяла сложную песню «Всегда быть рядом не могут люди». И никто не повернулся. При этом ее бывший наставник признался, он узнал ее, но хотел дать шанс другим. Я очень сильно хотел бы посмотреть на тебя в составе другого, так скажем, участников. Другого, коллективчику другого. Ну да, другого коллективу. В предстоящих выпусках нас также будут ждать одни из самых запоминающихся участников из предыдущих сезонов «Колос дети». Такие, как Дани Уплужников, Ярослава Дегтярева, Гарак Трудгер, Рагда Ханиева и многие другие. Ну а что думаете вы, кто способен стать чемпионом из чемпионов? И кто из бывших финалистов, а может и просто участников, в этот раз сможет пройти до самого конца? Пишите свое мнение в комментариях.